Все, что связано с дольменами, долгое время оставалось загадочным и необъяснимым. Однако настало время, когда все тайное становится явным. Автор книги «Возвращение домой» Владимир Булычев в деталях рассказал журналисту Андрею Полякову, когда и для чего были построены эти сооружения. Строить где-то их начали около 5000 лет назад. Они были предназначены для передачи знаний человеку. То есть на тот момент цивилизации были духовно развиты, владели телепортацией, телекинезом, могли путешествовать по мирозданиям спокойно, без всяких космических кораблей. Тех мудрецов, которые должны были передавать знания, их готовили с детства. По словам Булычева, дольмены входят в систему, которая охватывает разные места мироздания. На тот момент, когда это было решено, построили не только на нашей планете, они построены на всех планетарных систем мирозданий, галактик, там, где проживает человек. Дольмены, как и многие мегалитические сооружения того периода, строились в мгновение ока при помощи психофизической энергии. Они не имеют никакой архитектурной красоты снаружи, но непременно герметичны внутри. По строению дольменов были левитированы, левитации. Это человек управлял планетарной системой, как бы, так же мог воздействовать на любое древо, камень, воду, да, и то, что говорят, как они сделали, да просто, если вам дать вернуть эту способность, вообще никаких проблем. Владимир Булычев уверяет, что люди не одиноки во Вселенной. Двойники человека проживают во многих планетарных системах. Для проникновения на них совсем не обязательно космические корабли, можно в считанные секунды перенестись в любую точку Вселенной. Некоторые дольмены предназначены именно для этой функции, а помогали человеку получить недостающие знания или отправиться за ними жрецы. В глубокой древности некоторые из них вошли в состояние медитации, претерпев физическую смерть, а их сознание осталось пребывать в дальмении. После того, как он уходил живым в момент медитации или оставался на плане, то есть его тело оставалось в дальмении, он уходил в этот момент на другой, как бы, мир, на другую планету, там, где для него было уже построено жилище, он там и сейчас остается, оттуда он курировал, как бы, свою точку, то есть это место становилось неким якорем, если вы сами, да, там, дома знаете, вы что дома творится. Так, и после этого, когда дети или, как бы, взрослые, там, жрецы приходили на место, обращались с мудрецом, он всегда выходил, во-первых, он знает, что ты к нему идешь, уже ждет тебя, здоровается, спрашивает, что ты хочешь, объясняет, может показать другие миры, если ты не готов, если ты готов, то ты можешь уйти по этому каналу сам. Дальмены бывают разными по своему предназначению, поэтому желающему получить знания необходимо правильно сформулировать вопрос. Дальмен – мудреца, который, его задача стоит в том, что когда ты к нему попадешь, скажешь, хочешь учиться, и он тебе помогает выйти, представляет к этим жрецам, объясняет, что ты там хочешь, и тогда можешь уже в дальнейшем ты просто напрямую приходить в эти храмы, в эти системы других миров и обучаться там. Долгое время велись дискуссии о предназначении пробки, которая вставлялась в идеально ровное отверстие дальмена. Оказывается, и она играла очень важную роль. Эта пробка предназначалась, как мне мудрецы объясняли, для того, чтобы камера должна быть чистой, чтобы туда не попадала никакая грязь, ничто, потому что энергетически… Ну, представляете, как бы вот я ушел в другой мир, оставил во время сновидения, там ушел в медитацию, мое тело лежит, и тут начинает кто-то по нему там переходить, кто-то переносит куда-то, да, и грязь какая-то появляется. Здесь же некомфортно, во-первых, да, и непрадостно. То есть твой якорь начинает туда залазить люди, во-первых, когда убираешься, и он же чувствует, то есть мудрец сразу ощущает, что туда, в эту камеру кто-то проник. Он вынужден опускать свое сознание и смотреть, а что ему там вообще-то надо. Владимир Булычев неоднократно использовал дольмены по их прямому назначению. Ранее техника получения знаний и путешествия по другим мирам через звездные врата была доступна лишь избранным. Но сегодня Булычев раскрывает ее для всех устремленных к истинным знаниям. Ты в свое сознание приходишь, то есть просишь духа для того, чтобы работать, туда заходишь в это, своим сознанием, тонким телом, погружаешься через это отверстие, погружаешься вниз, то есть в это сознание. Потом до ядра планеты уходишь. До ядра планеты и закрепляются, мол, отхара тебе как некую связь сделать, для того, чтобы ты, когда уйдешь туда, не потерялся, вернулся назад. А то можно улететь, и там еще, если ты не умеешь и не готов, Летом 2018 года Владимир Булычев вместе с Андреем Поляковым, известным исследователем древних цивилизаций, отправится в экспедицию к наименее известным дольменам и в режиме онлайн продемонстрирует, как происходит общение со жрецами, хранителями древних знаний. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова